Мур, привет друг, это Зверько и новостной выпуск обновления 1.4.10. Для начала хочу сообщить, разработчикам передаются проблемы с которыми вы сталкиваетесь, но не мне их надо писать, а в техподдержку. Я с вашими проблемами не помогу, я простой блогер. Разработчики, в курсе проблем после введения нового движка, и они их постепенно исправляют. Чуть-чуть наберитесь терпения. Итак, облик на Грейнджера Терминатор Судного Дня. Выйдет 3 сентября за 599 алмазов, и будет у него скидка в первую неделю. Честно сказать, именно этого стрелка я люблю за геймплей, и облик куплю точно. Облик Звездного Участника сентября будет на Гвеневру Лотус и доступен с 1 сентября соответственно. За тринадцатый сезон мы получим облик на Хилоса. Меня так забавляет эта тенденция. Мы не будем подтягивать отстающих героев. Вот вам лучше новый скин. Изменения героев. Лин, настало время нерфа. Лин, готовься. Базовые атрибуты. Уменьшили немного стартовую скорость удара. Прирост ХП с уровнем был 165, будет 135. Первый навык. Каждый ап этого навыка будет уменьшать КД навыка, а КД добавили. Потребление энергии он тоже будет уменьшать постепенно. И теперь он пассивно будет добавлять шанс скрита. 15% на шестом уровне. Кроме того, если вы запрыгнули на стену, а в вас попали навыком, невидимость скидывается. И теперь вас можно атаковать даже автоатакой. Как я и говорил, понерфили невидимость. Но с камня вас не скидывает, и вы можете прожать навык, чтобы прыгать дальше, обновив невидимость. Второй навык. Теперь Лин оглушает при прыжке со стены, только если сработает крит. Нет крита, нет оглушения. Базовый урон навыка повысили, а вот бонус к урону понизили. Также на 5% снизили бонус к криту при применении навыка. Раньше навык давал шанс 25%, теперь будет давать 20%. Ульта. Уменьшили бонус от предметов до 160%. Было 200. А КД увеличили. Также изменили эффекты навыка. В общем-то закономерный нерв персонажа. Хотя записывая ту же Машу, конкретно от него проблем было немного один на один. А вот если играешь стрелком или магом, вот тут да. Валир. Тут разработчики пытаются из этой кучи собрать что-то, напоминающее конфетку. Так вот, в прошлом обновлении убрали комбинацию огненная стена и усиление фаербола при пролете сквозь эту стену. Но добавили лужу, которая остается после попадания первого навыка. И потом взрывается. При нынешней подвижной ранговой мете это бесполезно. Что же привезли еще на этот раз? Первый навык. Уменьшили КД до 2 секунд на шестом левеле, когда попадаешь по герою. Но увеличили время КД, если промахиваешься. С 6 секунд до 7,5. Эффект замедления увеличили с 30 до 45%. Немного увеличили урон первой фазы. Второй навык. КД теперь уменьшается с уровнем. Ульта. В прошлом обновлении она стала очищением с усилением урона навыков и ускорением бега. Как сказали разработчики, иди к черту фантазия, будем клепать в ульты очищения и добивалки. В этом обновлении Валиру продлили ускорение с 3 секунд до 6 секунд, которое действует в ульте. Бакси. Первый навык. Зачем-то срезали базовый урон. Не очень много, но зачем. Второй навык. Немного уменьшили бонус к урону. Было 6% от максимального хп противника. Теперь будет 5%. Ульта. Бонус к урону раньше был 100%. Теперь 60%, 70% и 80% растет с уровнем навыка. Ну вот Бакса зря обидели. Раньше он мог вносить урон. Теперь это танк с небольшим контролем и уроном. Мэша. Поменяли местами первый и второй навык. Нафига? Непонятно. Впрочем, мы всегда можем поменять их обратно в настройках. Надеюсь, все умеют. Гассен. Ульта. Во второй фазе скорость перемещения уменьшена на 15%. Видимо, речь о кувырке, но изменения я не заметил. Харид. Второй навык. Бонус базового урона уменьшили на 50% на всех уровнях. Эсмеральда. Первый навык. Изменили перерасчет навыка. Теперь Эсмеральда будет получать больше щита. Гвеневра. Второй навык. Увеличили немного скорость анимации. Теперь применяться навык будет быстрее. Казалось бы, куда быстрее, да? Хуфра и Хиллос. Оптимизация эффектов навыков. Дополнительные навыки. Ракету переименовали в пламенный выстрел. Добавили анимацию и, да, вблизи она отталкивает, как граната Лесли. Предметы. Броня. Ребра. Теперь дают не 4% защите, а 4 единицы и стакаются до 5 раз. Это изменение позволит покупать бойцам эту броню, получая и защиту, независимо от сборки, и ускорения. С 14 сезона изменили мификов, добавив им дивизионы с мифик 1 до мифик 5. Вас не будет выкидывать в легенду при проигрыше в этом сезоне. За победы будут начисляться очки мифика и отниматься за поражение. Похоже, очки мифика будут зависеть не от количества боев, а от силы противника. Не надо будет грандить звезды часами. Завалил сильного, показал скилл и получил очки. Достигнув 600 и более очков, получаешь звание великолепного мифика. И ты вообще красавчик. Вообще, я бы, начиная с эпиков, убрал бы двойные звезды и защиту звезды. То есть, начиная с легенды, поднимались бы лишь те, у кого выше 50% побед. Ну а на сегодня все. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал и ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok